Подождите, в рапорте было то, что вроде вы мне звонили и потребовали чуть ли не выкуп, что ли, вот так. А вы мне вообще не звонили. И вообще разговора не было. И вообще в вашей организации разговора не было, потому что они там в Суралькиной не знают, что есть такая организация. Меня зовут Раиса Ивановна Рыбникова, я мама Сорокина. Я сейчас нахожусь в Москве и здесь какие-то обыски проходят в Ассоциации адвокатов России. Вы встречались в последнее время с органами? И ссылаются на меня, что как будто я сказала. Я ничего не говорила. Про Ассоциацию адвокатов России я в своем городке даже и не разговаривала. Они там и не знают об этой ассоциации. Вот это неправда. Вы встречались сегодня или последние дни с правоохранительными органами? Да, я встречалась с правоохранительными органами. Что они вам сказали? Они нам спрашивали, где Роман и просили написать заявление о том, что он пропал. Но я сказала, что я не знаю, пропал он или не пропал, потому что мы редко выходим на связь. И как только он не выйдет на связь месяца два, тогда я буду точно знать, что он пропал. А так я писать заявление не буду. И я не стала заявление писать. Тогда в интернете я прочитала отчет милиции о том, что мне звонила Юльна Ра, которую я, кстати, не знаю, она мне ни разу не звонила. И написано, что она требовала чуть ли не выходить. А вас требовал кто-то выходить? Да никто не требовал у нас выходить. А вам кто-нибудь звонил по поводу того, что удерживает Романа и что-то такое? Никто ничего не звонил такого. То есть эта информация полностью выдумана? Да, конечно. Это выдумано. А с кем вы лично общались с Ассоциацией Адвокатов России за права человека? Ну, я лично общалась я с Алексеем. А фамилия? Архиповым. Совсем Архиповым. А с Юлией Гусейновой общались? Нет, я с ней даже, по-моему, ни разу не отговаривала. Она вам не звонила по телефону? Нет, по телефону она мне ни разу не звонила. И денег не вымогали? Нет, конечно.